Не понял, это что за рукоделие? Кэп, ну, ты же сам понимаешь, времена такие, как бы, ничем не брезгуем. Деньги на донат нужны. Вот, открыл свое небольшое дело. Деревянными членами торгую. Да ты че, братишка, не нужна эта шишка? По ссылке проходишь, все нужное находишь. Броня-авангард и могучие пушки. Полетят мозголомой, как с напильника стружки. И с таким набором на дип точно пойдет. Хе-хе, бой! Гилдосик подождет! Ну что, братишка, FPS поднялся на ПТС? Нет, капитан, очевидность. Поднялся только мой писюн с утра. Но ты знаешь, лично меня это радует. Приветствую вас, леди и джентльмены, другие подруги. С вами Рокутагин и капитан очевидность. И вот перед нами новая версия ПТС Warface. Вкратце пробегусь по изменениям. И потом поговорим об одной интересной находке. Изменения у нас имеются. Разработчики таки прислушались. И все-таки штурмовику сделали повышенный множитель в голову. У его топового оружия. БДСМ Гротт получил 90 урона. Что очень радует. Хедшот сохранен. То же самое, конечно же, касается таких пушек, как Вал, Горилл второго поколения. В общем, все в ажуре. Шурфайр вообще не подводит. Кроме того, конечно же, не забыли и про инженера. А точнее, про его пушку под названием Desertec MDR-X. Таким образом, разработчики исправили косяки предыдущего ПТСа. Однако, лишь отчасти. По той простой причине, что главный косяк ПТСа, а именно ужасное падение FPS, исправлено не было. И пока что не совсем лично для меня понятно, с чем это связано. Иногда в одной и той же комнате играешь несколько каток подряд. В одной все прекрасно, FPS как на основе. А в другой проседает меньше сотни. Ой, ой, бундестаг. Загадка загадок. Но при этом надо отдать должное, исчезли лично у меня фризы. Ни одного фриза на ПТС я не встретил. И теперь, друзья, переходим плавненько так к интересному открытию. Намеднее написал тут мне Соклан, который, кстати, тоже является ютубером. Имени я его по понятным причинам называть не буду. Рокутаген, ты не представляешь себе. В 7 и забытый пистолет МПА-930 ДМГ стал нагибать. Рассказывал мой друг это всё в красках. Это реальная пушка! Это же ебало! Держи, как я знаю, что! Блин, молодой, горячий! Аплодировала вся палата. Ну, я так подумал. Илюх-то вроде у нас нагибатор. Знает, о чём говорит. И тоже решил попробовать. Собрал, по его совету, достаточно имбовую интересную сборочку. И пошёл нагибать. Ой, а ебунды с так. Упасть не встать. Пушка жарит, сука, нереально. Неужели лучше, чем ТЭК-9? Конечно, лучше, капитан очевидный. Ты просто взгляни на сравнение ТТХ. Дорогие мои зрители, да какой ТЭК-9? О чём вы говорите? Это же ТТК старого КТАРа. Единственное такое существенное отличие, именно в плане нагиба, это то, что у КТАРа было у нас урона 76, а здесь 75. Ну и патронов, конечно, поменьше. В остальном, на ближних дистанциях, это реально пистолет-пулемёт. Ну, конечно, с некоторыми оговорочками. Ван Гуев, после этого видоса, Алодус эту пушку нерфанут. Не, капитан очевидность, не будут, я думаю, разрабы его трогать. И сейчас объясню почему. МПА-930ДМГ реально хорош, сука, открытие. Потому что автоматических пистолетов сейчас фактически нормальных нет. Есть ТЭК-9, но с графитом тут уже слишком глубоко. Он реально горохострелом стал. МПА-шка же показывает себя великолепно. Но стоит противнику отойти уже на какую-то среднюю дистанцию, и МПА тоже превращается в самый настоящий горохострел. Единственная возможность убить противника на средних и больших дистанциях, это стрелять в голову. В принципе, должен заметить, что и на ближних дистанциях стрельба в голову будет предпочтительной с этим оружием. И тут некоторые скажут, ну блин, ну с ТЭК-9 тоже можно стрелять в голову. О нет, друзья, нифига подобного. У ТЭК-9 это усложняется его отдачей. А вот у МПА, при том, что я не ставил никаких модов на точность, прекрасно, сука, залетает в голову. Это оружие в какой-то степени напоминает мне САР, без шуток. Но, как я уже сказал, разработчики вряд ли его будут фиксить, и я прошу разработчиков этого не делать по трём причинам. МПА хоть и весьма хорош, но при этом, как я сказал, на средней дистанции в тело он вообще стреляет горохом. На ближних дистанциях он в тело, ну как бы, понимаете, так, ну пойдёт. Не сказать, что бомба, но ничего. Намного лучше, чем ТЭК-9, но уступает, конечно, основному оружию, любому автоматическому. И по-настоящему это оружие понравится, друзья, именно людям, которые умеют и любят стрелять в голову. В этом плане эта пушка просто агония, считаю. Есть пацаны, которые любят с матёбы стрелять там через всю карту. Ну, пацаны, почему бы и нет, это как бы дело почётное, замечательно. А есть такие, как я, которые считают, что пистолет должен убивать в ответственных ситуациях на ближних дистанциях. Вот я всегда любил ТЭК-9, достал или глок, и пристрелил противника. Желательно, опять же, целиться в голову. И вот этот МПА, теперь, скажем так, новый МПА, позволяет с этой задачей справляться. Ну, отличненько! И из всего описанного вы можете понять, что пушка не имба. В тело она такая, ну, посредственная. На ближних сойдёт. На больших лучше в тело не стрелять. В голову зашибись! И, помимо всего, 21 патрон, это даже не 26, как у ТЭКа, поэтому вылетают они, особенно с таким темпом стрельбы, просто за долю мгновения, и часто, к сожалению, второго противника не хватает. Но, тем не менее, надо признать, с модами МПА стал реально годным стволом. И, пожалуй, на данный момент это единственное будет актуальное автоматическое второстепенное оружие. Что так и подкидывает нашим разработчикам отличную бизнес-идею. Почему бы не везти, кроме этого пистолета, ещё какое-нибудь можно за донат? Автоматический. Не револьвер, не полуавтомат, не макаров, а именно автоматический пистолет. Оружие, которое всегда нравилось игрокам Warface. Ну, без шуток. По-моему, большинство игроков, когда эти пистолеты, например, в своё время Глок, потом ТЭК-9 были актуальны, они балдели от этого оружия, это офигенное оружие. Его любят практически все, даже многие медики использовали именно автомат, а не полуавтомат, или не какой-нибудь револьвер. Снайперы так вообще эти пушки обожают. И должен заметить, в отличие от какой-нибудь Лупары, Тауруса, нытья насчёт того, что это оружие дисбаланса, она имба, никогда особо по большому счёту-то и не было. Некоторые персонажи, конечно, на ТЭК-9 ныли, но, будем честны, выпрыгивать в упор на Медика с ТЭК-9, в отличие от Лупары, идея просто дерьмо. Поэтому автоматические пистолеты всегда были востребованы, широко использовались представителями практически всех классов, и при этом их наличие в игре не вызывало разрывы пуканов вселенского масштаба. Поэтому разработчиков призывают МПА не трогать, то, что он таким стал, это круто, ну и подумать над дальнейшим развитием этой категории оружия. Ебутешка, ты вроде как там планировал братишек сагитировать, не забудь. О, точно, правильно, спасибо, что напомнил, Кэп. Разработчики попросили меня, и не только меня, вообще блогеров, призвать игроков зайти на ПТС. Почему, сейчас объясню. Разработчики считают, что нынешний ПТС требует особого тестирования, особого вашего, прежде всего, игроков внимания. Мало того, что у нас новая броня, коктейль молотова, как ещё, как мы знаем, есть проблемы с ФПС, и поэтому они просят всех игроков Warface не полениться зайти на ПТС, скачать ПТС-сервер и хорошенечко там понагибать, после чего желательно оставить свой фидбэк, например, в группе ВКонтакте. Помимо этого, с помощью своих технических средств, пока мы будем на ПТСе нагибать массово, разработчики смогут проследить, при каких обстоятельствах снижается ФПС, как это вообще происходит, что тоже поможет им улучшить нашу игру. Да там между нами, Т-9 на медика, это удел дебилов. От дебила слышу, понял? Продолжение следует... Продолжение следует...